Первый раз Россия по-серьезному столкнулась с информационной водой в августе 2008 года. Тогда мы ничего по сути не могли изначально доказать. Не о том, что мы первые не нападали, не о том, что мы защищали. И с этой точки зрения, тот процесс, который происходил тогда, он, конечно, в чем-то похож на нынешнюю ситуацию. Но совершенно другие масштабы, совершенно другая беспринципность и совершенно другие ресурсы, которые для этого используются. Если посмотреть на август 2008 года, то Россия, я считаю, относительно спокойно это пережила. От Михаила Саакашвили стали постепенно сторониться, в результате его сменили. Пришла грузинская мечта. Но Россия, к сожалению, недостаточно осознала ту ситуацию, которую наблюдалось тогда. И когда началась очень жесткая информационная война уже в этом году, Россия, к сожалению, оказалась не совсем готова. Да, конечно, были некоторые успехи. Можно говорить о деятельности Russia Today, например. Но в целом, к возможностям вот такого рода информационной войны, которая сейчас идет против нас, Россия, к сожалению, оказалась не готова. Только сейчас мы пытаемся что-то отыгрывать. Но вот по-видимому, по-видимому, нам надо было более лучше учесть уроки 2008 года. И не только его. Я был активно вовлечен в дела, которые происходили в Сирии. И здесь вот хотелось бы вам рассказать о некоторых вещах, которые, может, вам тоже будут интересны. Вот посмотрите. Как освещались сирийские события в Европе? Я могу сказать. Одна тема, которая была всегда во всех газетах, во всех журналах. Как тяжело сирийским беженцам. Насколько им трудно живется. Абсолютно не говорилось о том, как живут сирийцы в самой Сирии. Что на самом деле происходит на территории Сирии. Но уже тогда стало понятно, что картинка подменялась. Теперь посмотрите, что получилось дальше. Когда в августе прошлого года в Восточной Гуте было использовано химическое оружие, было совершенно понятно, что однозначно говорить о том, что использовала армия Башараса это оружие, просто не было фактов. Возможности по показу, по подмене картинки, по показу не то, что на самом деле есть, оно есть не только в Европе, не только в США. Они имеют очень хорошие рычаги показа информации, которая им удобна на территории нашего государства. И, к сожалению, далеко не всегда в наших средствах массовой информации журналисты, во-первых, правильно отражают то, что происходит. Ведь посмотрите, если, например, какое-то уважаемое информационное агентство берет информацию, например, из Киева, ну вы хотя бы подмените, вот термины хотя бы замените, но не надо писать в российских СМИ, что это сепаратисты и террористы, да? Ну хотя бы термины измените, понимаете? Потому что получается, что читаешь ссылкой на наши средства массовой информации, такое впечатление создается, что ты сидишь не в Москве, а в Киеве. Потом дальше. Очень часто в средствах массовой информации не хватает обычного профессионализма, потому что берут информацию с Запада, не оценивая ее объективно, что происходит, а иметь, надо даже просто не представлять, что происходит, при этом пытаются создать нечто, как считают, очень востребованное. Но вы понимаете, ведь на самом деле, ведь что происходит? Ведь это не просто подмена картинки, это очень серьезное искажение информации внутри нашего государства. Есть информационные агентства некоторые, которые очень активно используют западную информацию, вообще ее не проверяя, потому что очень большой архив информации, который используется Западом, он никакой критики не выдерживает вообще. Но зачем заниматься транслированием вот такого рода информации? Продолжение следует...